Пешеход против водителя в ДТП. Кто прав, а кому в лучшем случае штраф. Каждая автоавария с их участием вызывает в социальных сетях нешуточную дискуссию. Статистика наездов на пешеходов в Саранске за прошедшие полгода такова, что сбивать их стали чаще. Уже зарегистрированы 46 наездов против 31 случая с января по июнь прошлого года. Число погибших, а такие ДТП унесли жизни трех человек, не изменилось. Раненых стало больше на треть. Как отмечает в ГИБДД, рост дорожных аварий в Саранске произошел в частности на зебрах, там, где, казалось бы, пешеход должен чувствовать безопасность. Если в прошлом году было 19 ДТП, то за нынешних полгода уже 32. Часто пострадавшие отделываются ушибами и переломами, но иногда исход печален. Несовершеннолетняя, которая попала под колеса лады возле роддома в Саранске спустя неделю после ДТП, скончалась. Напомним, на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемой зебре, совершил наезд 63-летний водитель ВАЗ-2112. 23 июня в 7 часов 15 минут. Пешеход не всегда жертва. Порой человек перебегает проезжую часть в неположенном месте, создавая при этом аварийную ситуацию. К такой встрече водитель не готов. И, как показывает полугодовая статистика по Саранску, по вине пеших участников движения произошли уже 10 ДТП. В 2021 году их было меньше. Чтобы предупредить новые трагедии по вине каждой из сторон, госавтоинспекция Мордовии провела операцию «Пешеходный переход». За день полицейские выписали 55 протоколов, 20 из которых на пешеходов-нарушителей. Этой спешащей женщине инспекторы выписали штраф 500 рублей. Научит ли он ее соблюдать ПДД – вряд ли. Для водителей-нарушителей санкции жестче, штраф от полутора до двух тысяч рублей. Но, учитывая, что они управляют средством повышенной опасности, в случае ДТП риск оказаться под следствием и получить срок в колонии высок. Но об этом водители маленьких и больших машин вспоминают слишком поздно.